В Центре управления регионом специалисты экстренных ведомств области подвели итоги года, а также в торжественной обстановке наградили отличившихся сотрудников. Спасатели в этом году реже вздрагивали от сигналов тревоги. 2021-й выдался непростым, но относительно спокойным на ЧП. Так, впервые за 10 лет зарегистрировано самое низкое число пожаров в регионе. Также в этом году на 18% сократилось количество поисковых работ. Подвел итоги начальник регионального управления МЧС Руслан Назаров. Это стало благодаря активной работе муниципалитетов по обеспечению безопасностью и очень тщательным выполнением всех решений комиссии по очерчайной ситуации, которые принимаются на всех уровнях Мурманской области. Не обошлось и без трагических ситуаций. Например, в марте в Хибинах под лавиной погибла девочка. В сентябре в Печенском районе в Губе долгая щель Баренцева моря перевернулось маломерное судно. А в октябре еще одно, уже в Белом море. У каждой из этих трагических случаев мы провели тщательный адресный анализ. Многое из чего мы сейчас обсудим, но подведение итогов. И как раз спланируем на 2022 год все мероприятия, направленные на обеспечение безопасности граждан Мурманской области. Введена в эксплуатацию пожарная часть в Умбе. Продолжается обновление материально-технической базы. В этом году за счет областного бюджета дополнительно приобретено 12 единиц техники. Я хочу всех сотрудников большой системы, которая состоит из региональных спасателей, пожарных и федеральных наших коллег, поблагодарить за эту активную работу. Всем нам пожелать поменьше рисков, поменьше чрезвычайных ситуаций. Ну и, конечно, здоровья всем сотрудникам, которые обеспечивают нашу безопасность. В планах областного правительства провести дооснащение всех муниципальных и региональных спасательных подразделений современной вездеходной техникой. Кроме того, с 1 января 2023 года планируется разместить в Мурманске авиационное звено МЧС. А уже сегодня за заслуженные успехи наградили лучших сотрудников территориальной подсистемы РСЧС.